Это был по-настоящему год АПЛ. Чего только стоят два чисто английских финала в Еврокубках и супергонка Ливерпуля и Монсити. Ну а собирать нашу команду года в Англии мешали и помогали Мауриньо, который сделал и суперзвезды чемпиона мира Пагба, и изгоя. Футболисты Вулверхэмптона и Лестера, которые отбирали весь сезон очки у ТОП-6. Клоп, который раньше всегда имел ключи Гвардиоле и вдруг в этом сезоне потерял. И только в Кристал Пелос играет куча ярких игроков в обороне и в атаке, но результат все тот же борьба за выживание. Ну как же так? Всем привет, это наш спецвыпуск. Вы готовы собрать команду из 11 лучших? Попытаемся сделать оптимальное сочетание. И в каждой позиции я буду еще отмечать одного-двух игроков на замену. Но перед тем, как начать, напомню, что партнером нашего канала является компания MarathonBet, которая в финале Лиги Европы между английскими Челси и Арсеналом отдает предпочтение пушкарям. Так как предлагают повышенный коэффициент 7 на синий. Ссылка на акцию внизу. Ну а мы начнем с вратаря. Конечно, очень активный сезон из-за кошмарной игры в обороне своих команд провели Бен Фостер из Уотфорда и Лукаш Фабианский из Вестхэма. Но я все же выбираю Алисона. С ним Ливерпуль пропустил меньше всех в АПЛ. Он выиграл золотую перчатку, он совершал ключевые сейвы в важных матчах. И все уже забыли о вратарских кошмарах Ливерпуля. Переходим к защите. Слева по всей логике должен играть шотландская электричка Робертсон из Ливерпуля. И я выберу именно его. Хотя по многим показателям игры в обороне лучшим в сезоне оказался Люка Динь. И я вообще считаю, что он заново родился. Ну а Робертсон теперь суперзвезда. Очень старательный сезон. Он очень силен физически. И так же, как и Алисон с Ван Дайком, он одна из главных причин прорыва Ливерпуля и расцвета энергозатратного стиля игры Юргена Клопа. Справа не сыграет тренд Александр Арнок. Да, он очень силен в борьбе и дриблинге. Но у него слишком большой крен на атаку. И мне кажется, со временем он станет правым полузащитником. Уж слишком бэкхамообразные у него кроссы. Поэтому я выберу сюда сенсацию сезона Аарона Ван Бисако. Парень, одна из целей Гвардиолы. 21 год, но уже сумасшедшая статистика. Ему нужен просто правильный тренер и сильная команда. И это будет, возможно, лучший в мире крайний защитник. В Crystal Palace в этом сезоне Ван Бисако был и непроходимой стеной при обороне, и за счет своего дриблинга настоящим танком при атаках. Центральные защитники. Ну, конечно, номер один. И это, наверное, капитан нашей команды, дирижер линии обороны. И просто душка Верджил Ван Дайк. Мне кажется, вы знаете, он не человек. Потому что он не позволил никому за сезон обвести себя. Он сделал Матипа хорошим защитником. Он держит в тонусе всех в Ливерпуле. Он забивает важные голы. Он выигрывает все верховые дуэли. Он начинает много атак классными длинными пасами. И это ему еще штрафные не дают пока бить. Какой-то слишком идеальный. В паре с ним можно было много кого поставить. И созидающего Давида Луиза, и бомбардира Фабиана Шера из Нью-Касла, и трудягу Шона Даффи из Брайтона. Но я рискну и выберу Вилли Болли из Волверхэмптона. Очевидно, парень провел супер сезон. И он не слабее звездных Леопорда, Стоунса, Кина из Эвертона или Магуайра. У них у всех были перепады. А этот парень был скалой в команде-новичке, которая играла первый год таким составом, действовав в три защитника. И представляла из себя настоящий монолит. А еще он, как и любой современный защитник, любит подключаться в атаку. И плюс он физически страшно силен и по-настоящему двуногий. Переходим к полузащите. Здесь, в центре поля, да и в опорной зоне, сезон ВПЛ был неоднозначным. Только половину сезона очень хорош был Торейро. Кантео убрали из опорки и перевели не на свое место. Погба играл везде и не играл нигде, судя по ощущениям. Жоржиньо не оправдал авансов, а Фернандиньо получал травмы. И хоть и был очень полезен как игрок, выполняющий объем работы, но, возможно, это его последний сезон как игрока-основы в Сити. И поэтому у нас еще один сюрприз. Здесь игрок Crystal Palace Лука Мелевоевич. Он был хорош весь сезон. И не только потому, что забил 10 пенальти, а потому, что был настоящим бокс-то-бокс игроком в команде, играющей в очень открытый футбол. А судя по статистике, серп вообще был чуть ли не самым полезным и работающим игроком середины поля вообще в АПЛ. Он делает на поле в буквальном смысле все. Вот это я понимаю таскать рояль. Его на замену подошел бы Вильферт Ндиди, но тому нужно ярче проявлять себя в атаке. А так тоже, конечно, зверюга. Двигаемся дальше. Крайний левый нападающий. Ну, конечно, Эден Азарт. Он в одиночку играл в атаке в Челси в этом году. А когда надо, отвлекал на себя внимание и выдавал партнерам передачи как на блюдечке. Бельгиец заслужил этим сезоном трансфер в Суперклуб. Он уважительно вел себя весь сезон к тренеру и клубу. Он вытащил Челси на третье место в АПЛ и финал Лиги Европы. Он бесспорно один из теневых героев сезона. Ну и он лучший в лиге по системе Гол Плюс Пас. А еще заработал на себе 104 фола. Почти 3 за игру. Конечно, второй половина сезона был дико хорош Мане. Но все-таки, по моему мнению, в нем меньше класса. Ну и Лерой Сане из-за своего характера и 50% не показал того, что мог. На правом краю сыграет лучший игрок Сити этого сезона, Супер Универсал и человек с парадоксальным сочетанием тонкостей в игре и остервенелым умением бороться Бернарду Силову. Но как он это делает с такими габаритами, непонятно. Откуда такой характер на поле, когда за пределами поля он вечный объект на смешных партнеров? Как он хорош оказался, заменяя Де Брони и иногда даже Давида Сильву. Как он умеет сыграть нестандартно, когда надо, и эффективно. В общем, очередной гений под руководством Гвардиолы. Конечно, заслужил здесь быть Ирахим Стерлинг. Но я считаю, что его успех это успех Гвардиолы. Стерлинг, как игрок края атаки, слабее Силвы и Азара, и даже Мане. Также открытием сезона стал Райан Фрейзер из Бормута с 14 голевыми передачами. И он уже кажется на пути в арсенал. Ну что ж, будем следить за ним в следующем году. Атакующий полузащитник. Тут, конечно, на первый взгляд много претендентов. И один из них, кстати, Мэдисон из Лестера, которому срочно нужно перейти в условный арсенал, чтобы стать звездой АПЛ. Ждали сезона от Кевина Де Брони, но травмы. Пагба провел 10 матчей зимой ярко и сдулся. Гульфи Сигурсон только в конце начал обретать себя. Остается один человек, плеймейкер, гений Кристиан Эриксон. Даже в конце сезона, когда нужно было спасать матчи, где не идет игра, начанин брал на себя и иногда стрелял, как из пушки. В начале сезона забил много решающих мячей, даже выходя на замену, будучи не очень здоровым. Ну и вот Анис Тоттенхэмом в финале Лиги Чемпионов. И вы знаете, я вот очень жду, что именно он скажет свое слово в этом матче. Про Давида Сильву никто не забыл, но, по-моему, именно Эриксон провел сезон ярче. Переходим к нападающим. И тут первый центр форвард, который будет забивать вам из-за штрафной, из вратарской, в позиционных атаках, будет делать галы из ничего, будет хорошо держать мяч корпусом и зарабатывать вам пенальти. И это все я о Сергио Агуэро. Тем более, времени на гол он потратил в итоге меньше, чем тройка лучших бомбардиров сезона. И отстал от них всего на один мяч. Но все же аргентинец более универсален, чем они. И провел весь сезон ярко и без спада. В пару с ним, и тут позвольте мне проявить вкусовщину, я хочу поставить Абамиянга. Но только потому, что Кейн слишком много пропустил. А Сон провел гениально только вторую половину сезона. А вот Пьера Эмерика, наверное, мы уже никак не ждали увидеть на верхушке списка бомбардиров. Многие голы Габонис придумал себе сам. И вместе с Ля Казетом вернулось во времена дуэтов нападающих, дополняющих друг друга. А главное, мы перестали слышать о нем новости про машины, странную одежду. А все больше про голы, передачи и футбол. В том числе и за возрождение он попадает в нашу команду. Получилась расстановка 4-1-3-2. И вы знаете, мне кажется, в этой команде есть сплав Сити, Ливерпуля и немножечко романтики Арсенала. И я думаю, что это идеальное сочетание для АПЛ. Тренером же нашей суперсборной АПЛ мог быть, конечно, Юрген Клоп. Ну или Нуну и Шпилиту Санту из Булверхэмптона. Но я этих мега-игроков доверю Пепу Гвардионе. Два подряд титула и 4 внутренних трофея за сезон. Он победил в самой интригующей за долгое время гонке за титул в АПЛ. Обыграл Клопа по сумме двух матчей. Пережил спад и отрыв в 7 очков. Справился с более сложным календарем в концовке. Раскрыл по-новому Зинченко, Бернарду Силву, Стерлинга и Леопорта. Он доминатор домашних первенств и турниров в долгу. Поэтому однозначно Пеп. Если не согласны, проголосуйте. Ну и давайте по традиции выберем 4 худших игроков сезона. По одному в каждой позиции. Из вратарей я бы и близко не подпустил к нашей Dream Team Джордана Пикфорда. Очень странно, как он так ярко провел чемпионат мира. Ведь человек показал 3 огромные проблемы по ходу сезона. Коммуникацию с партнерами, психологическую неустойчивость и игру ногами. Пикфорд не оправдал ожиданий и насовершал кучу ошибок. В сборной Англии надо искать кого-то другого. Защитник, думаю, это однозначно Фил Джонс. Но когда уже в Юнайтед купят нормального, думающего, хладнокровного, с хорошим первым пасом, классного центрального защитника? Для меня Фил это уровень средней команды Апуэр. Полузащита. Ну, тут много ребят, кто ничего не показал. Это, например, Дринквотер, капитан чемпионского Лестера. Мне интересно, что он там на тренировках так делает, что его даже в команду не берут. Ощущение, будто он карьеру закончил. Тот же Кавачич был плох. Жан-Мишель Сери, которого Фулхом вообще-то увел у Барселоны, вообще сдулся. И ни голов, ни ключевых передач по сезону. Внимание, Маффич очень сдал. Ну и, конечно, Мисут Азил продолжает летать где-то в облаках. В общем, кандидатов получилось очень много. Так что предлагаем из этого списка худшего выбрать именно вам. Ну и нападающий. От Санчеса лично я уже ничего даже и не ждал. Так что для меня больше всех разочаровал Ромео Лукаку. Кошмарный сезон, ужасная статистика, лишний вес, конфликты. Разучился принимать мяч, зато сильнее сдружился с Пагба. И, видимо, это на него плохо влияет. А самое важное, характер вообще не показал. Даже страшно, что будет дальше. Друзья, ну и как обычно, предлагаем вам трех игроков на звание лучшего в этом сезоне АПЛ. Верджил Ван Дайк, Эден Азар или Бернарду Силову. Голосуйте вот тут сверху. Ну а у меня на сегодня все. Спасибо, что за этим крутейшим сезоном вы следили вместе с нами. Ну и скоро еще кое-какие команды сезона для вас составят. Так что ждите. Васан Балан, ну и где-то там за кадром Саша Журавлев. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok